так продолжаем о чем хотел рассказать когда идет перевязка лучше делать вот так то бишь оставляя шов и сюда запихивается есть такой материал василищ тебе отдельное спасибо за него здесь идет и жгут а внутри вот такой вот материал который не горит жгут я использую дверки обматываю а уже сам материал вставляю вот в эти отверстия на расширение чтоб стенка стенку не толкала дошли мы до так перекрытия дверки поддувальный я перекрываю клином кто-то скажет что это не стоит этого делать температура очень такая большая чтобы на клин делать ну в любом случае не помешает я делаю так плохо это хорошо ли это я делаю так кто-то в комментарии поду пока поставлю сюда как его устанавливать я думаю здесь особо нечего рассказывать кто-то в комментарии по поводу печки малютки пробное усовершенствование спросил как вверх дверки крепится как вниз я показал вверх нет я показывал что засверливаются отверстия вот отверстие под низ и отверстие по бокам то есть мы вставляем вниз да немножко придется поцелиться но ничего страшного так вверх остался вставить 1 2 3 4 и так как отверстия засверлены не по прямой немножко на угол просто туда все под натяжку забивается вот в принципе все крепление дверки как то так дальнейшем еще нужно ее демонтировать гвоздики под оставали другую дверку вставили как бы все что еще из такого интересного ну здесь будет делаться уже подвертка одну часть я кирпича выпилил ставится так шамотный кирпич опять же здесь будет все с зазором проконопатиться то же самое будет с этой стороны но потом дальнейшем я думаю сниму покажу но пока как-то так есть еще один вариант крепления которым я также пользуюсь внизу как и в прошлый раз гвоздики здесь шнур и электроды кусочки электродов которые входят в вкладку или трудом я доверяю они не выгорают как проволока шнуром уплотняем чтоб и по бокам было то бишь дверка обкручивается полностью вот такой еще вариант что продолжаем работу перекрыли она это рассказывал клином дальше вставляем проем под топочную дверь вложили колосник подвертка из шамота ему больше доверяю чем красному не лопнет точно что поменялось чисто делаю от себя не знаю как получится получится не получится в общем подумал я про хозяйку заказчицу все-таки лежанку как бы конечно здесь и не поставишь да она не хотела но в общем как вы видите делаю по задней стенке небольшой вы для чего поскольку весь огонь пламя будет бить на эту стенку это сена будет прогреваться самая первая бабушка старенькая сядет на эту скажем так приступащик скамеечку лавочку как он так и назовите и будет греть спину ей хорошо надеюсь будет здесь понравится и я буду доволен если человек останется довольным а так в принципе общий вид вот так работаем только по несколько часов в день по-другому не получается поэтому вкладка идет медленно да в принципе и кирпич очень мокрый особо быстро не положишь плывет раствор уже делаешь погуще бесполезно кирпич плывет в общем работа продолжается да кстати хочу попросить очень много просмотров без подписки народ поддержите канал подпишитесь поставьте колокольчик и мне приятно и вы будете получать свежие видосы все спасибо так вот что на сегодня получилось колосник вставили особо ничего нового только что выросла за пару рядов поэтому как бы рассказывать здесь и какими-то секретами делиться тоже не о чем никаких секретах нету вот что получилось как я говорил поводу этого сидушки этой резкость настраивается то бишь вот такая вот синюшечка получилось не знаю плохо или хорошо ли можете кстати написать потом мы сегодня все завтра уже будем с утра и итак мы продолжаем пока вот что получается следующий этап это футировка топливника здесь все на расширение у меня кто спрашивал почему не использую нержавейку при установке двери топочные почему не делаю короб из нержавейки короб в принципе ставится для того чтобы защитить керамический кирпич вот перегрева чтобы он не начал лопаться трескаться расскажу что мне сказал один дедушка печник которого я в гостях был может быть кто замечал раньше в старых печах вот здесь вот в районе топки между шва между швов всегда был виден огонь и это не потому что как бы и с этой стороны тоже самое это не потому что какой-то разеватый печник ложила не мог забить глиной эти отверстия оказывается вот эти вот отверстия подсосы воздуха отсюда делаясь краски для того чтобы при закрытом поддували в режиме тления чтобы сюда проходил холодный воздух ну то бишь свистала скажем так и охлаждала вот эти кирпичи я проверил это на трех печах уже им лет наверно по 5-7 печам я заезжал смотрел ни один из кирпичей вокруг топки не лопнул ни внутри не снаружи нет кололась вообще ничего с ними ничего не случается поэтому вот так я и делаю да есть заказчик которые хотят именно с коробом там уже делаю с коробом кто заказывает музыку ты платит поэтому мне какая разница поэтому я делаю большей степени вот так и она показала себя вполне хорошо нормально блин извините камера колотится руки трясутся потому что кельма это мастерок и кирпичи дают о себе знать в общем еще раз по внешнему виду но здесь у нас опускной который пошире которые подъемный поуже так перекрыли первый колпак зазорами на расширение протыкана ватах избестовая тряпках бухте находится и мы разматывается так что кирпичу есть куда раздвигаться и гулять тоже будет подъемный канал лепим дальше пока получается вот так уже установили я только потом вспомнил что не показал перегородку как устанавливали кулюш не показал то хотя бы расскажу в кирпича выпиливается широкий паз в который залаживается уголок и потом этот кирпич просто одевается на уголок мы все и держится причем нормально так это держится уголка этого не видно еще неплохо получается по надежности тоже спереди вид вот так получается здесь опять же перекрывали уже не уголком а тоже на клин я приверженец того что чем меньше металла в печи тем лучше потихоньку растет видна ли не видно вот еще одна подвертка из шамот но опять же кирпича подъемный общем как то так вот потихоньку делается печура растет что еще рассказать рассказать больше нечего все как по-простому здесь никаких нет ни секретов пока ничего что еще можно поделиться или чему-то кого-то научить все простенько здесь еще просверлили отверстие будет ставится еще одна дверка чтобы вытягивала от плиты если будут на плите что вариться чтоб все вытягивала эту дверку пар и все остальное как то так получается дальше покажу что-нибудь еще интересное если что-то будет